нашего пра-пра-пра-пращура, значит, до Иисуса Христа. Так вот, это время тоже, дамы и господа, можно назвать временем деформации. Но с Иисуса, когда Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины, и все это время благодати можно назвать временем реформации, временем восстановления человечества. Даже такие графики рисуют многие учителя христианские о разных конгрессиях, как ты видел, очень мне нравятся. Когда, значит, кривая истории с разными событиями, веками, у всех по-разному это все, но как бы принцип тот же самый, что наша кривая с вами истории церкви, история вообще человечества всего, людственного всего, она шла вниз, больше или меньше, порой очень обрывисто, порой так нежно, но шла вниз, по наклонной, до самого вот этого нулевого года, до пришествия Иисуса Христа, до нашей эры. С момента Христа, с момента, особенно вот его голговских страданий, о которых сегодня говорилось здесь, да, с момента пролития крови божественной Христа, вот действительно его воскресение и вознесение, начало церкви, все переменилось. Ну, хотя, внешне мало, что может, как бы изменилось, так вот, да, и люди такие же, как говорится, люди, да, но на самом деле, духовно, будем так говорить, все абсолютно переменилось с этого момента. И история стала возрождаться, вверх кривая пошла. И вот, но в истории христианства раздел, я сейчас не буду там семинары такие проводить по истории христианства, хотя мне очень это хочется сделать, потому что в этой экскурсии хочется назвать много разных имен таких, интересно. Но, вкратце скажу так, что вот первых 300 лет истории церкви, да, христианство больше или меньше, оно шло вверх. Кривая наша шла, график наш шел вверх. Это время было гонений, наших самых братьев, сестер очень жестко преследовали, и не то, чтобы гонения на пользу, хотя есть и такое мнение. Но, знаете ли, но, есть понимание того, что церковь, она была независима, она была, ну, когда церковь подчиняется Христу, да, а никому иначе, тогда благо для церкви. Но в начале 4-го столетия, после этих трех веков первых, да, церковь попала под мамону и под государственную власть, под политику. Цезарепопизм, я обычно это слово часто отклоняю, в семинарах часто ссылаюсь на это слово. Цезарепопизм. Симфония. Симфония. Так, значит, кто как понимает цезарепопизм? Ну, я знаю, что очень хорошо понимаешь. Цезарь во главе церкви. Цезарь во главе церкви. И все настановывают церкви и выполняют. Вот есть такой фильм, «Вперед, Гарли Марины», там говорят, что не состоится сенот, потому что крылого нет. «Вперед, Гарли Марины», там уже «Вперед, Гарли Марины», там уже «Вперед». Царя Харапизма. Я это говорю. Да, да, да. Правильно. На самом деле, хрестоматейно, цезарепопизм – это система взаимоотношений. Смотрящий под государство. Да, да, да. Как я слышу, так и будут в канонной церкви. Ну, это правда. Как это правда? Сейчас государство христианское, уже все христиане. И теперь государство служит всему христианскому миру. И царь служит церкви. А на самом деле, все было наоборот. Оформлено это очень красиво. Поэтому сегодняшняя эта симфония – это же пиодика, синоним, да? То есть, вот… Как мог мыло такой симфонии? На деле, получается, церковь зависит от свенских людей. И вот вершина этого – это вот как раз Петровская церковь, когда Священный Синод управлял безбожник вообще. Ну, да. Да. Ой, Господи, помилуй нас. Ведь то, что сейчас рассказываем, допустим, о чем мы говорим, это не только там давно минувших дней. Это… Это касается всех и вся христианск. Это даже про дистантов это касается. Конечно. Деградация крупных церквей, вот… Наверное, Швеция, Дания. Это связано с тем, что они сказали. Да. И Лютер тоже, к сожалению, при всем уважении к его светлой памяти, надо сказать, пару слов и таких негативных, к сожалению, о его служении. Пуповину он так и до конца и не разорвал эту… Знаете ли, вот… Нельзя быть немножко беременным. Знаете ли, вот, да. Это как… Первый раз супруга моя забеременела, как раз, значит, ты там это тоже… Тебе сейчас звонила, там… Нина немного беременна. Как-то немножко… Она и беременна, и это же не рассосется, как бы… Тебе… 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 Вот… И… Ну, знаете, что скажу, что… Цезарепопизм – это система взаимоотношения церкви и государства, когда государство управляет церковью. Церковь становится послушным инструментом в руках сильных мира сего. И… И… Хотя обычно ссылаются на Константина. Вчера вот… Видео… Этому… Как… Трансляции… На Ютубе, значит… Там хорошо, там сразу все сохраняется, обрабатывается и тут же выставляется. Поэтому, как бы, все можно потом пересмотреть еще. Так вот, значит… И… Потому что я не был уверен. Сохранится ли, не сохранится ли… Сохранилось, слава Богу, все, значит… И… Так вот, и там, значит, как раз один из вопросов был. А там… Кто будет вечером подключаться, сегодня или завтра или послезавтра. Вот три вечера подряд подключайтесь. Значит… То… Там есть… Можно писать. И у меня там прямо окошечко всплывает. Кто пишет… Я, как бы… Ну, никто… Пришлось мне не зачитывать некоторые комментарии. Не очень были такие, как бы, правильные. Вот… Но… Были очень интересные комментарии, значит… Я их зачитывал даже. И вот… И тут же… Следом… Отвечал. И вот… Все это на пульсу. Знаете… Все это, как бы, в тему. И вот один из вопросов был, там, одной сестрички. Что, значит… Что… Ну, вот Константин, он же, как… Он христианин, принял христианство. Поэтому, как бы, имел, как бы, моральное право определенное. И вы знаете, значит… Я, наверное, удивил и ту сестричку. И там нескольких… Там было всего там… Максимально человек одиннадцать подключалось. А так было девять стабильных человек на связи. То есть, немного. Небольшая аудитория. Но очень интересно получилось. И вот, значит… И… Я как раз говорил, что сам Константин… Вот… Парадокс. Он-то… Де юре… Да… Он христианство-то и не принял. Он не принимал официально христианство. Арианином? Ну, как бы… Опять-таки, даже Аррианином. Это так вилами наводиописано. На самом деле, он оставался языческим императором. Он лишь манипулировал религиозными группами. И опирался на христианство, как на электорат. Ну, и выгодны были ему, конечно, выгодны были ему в администрации христиане. И в администрации президента, как не президента, а императора, да. И, значит, на ключевых позициях выгодны были христиане. Потому что он знал, что, как бы, люди, значит, чистые на руку. В то время христианство имело, как бы, ну, вес очень серьезный. Ну, моральный, да, такой. Вот, значит… И, знаете ли… И использовал, как именно, электорат. Тем более, что на старые языческие религии он до конца положиться не мог, в отличие от предыдущих императоров. Предшествующих, вернее, да, этих императоров. Потому что, ну, была политическая своя интрига, борьба, одним словом. Так вот. И, хотя, пока он был императором, он несколько раз, даже при людях, да, изъявлял желание, это записано, изъявлял желание принять христианство. Но, словом, вот, как матушка моя там была в Израиле, я тоже хочу как-то побывать там, в всех краях, и принять крещение там, где Иисус принял крещение в воде. Вот, у него были такие, некоторые такие странные мессианские воззрения свои, очень странные, весьма даже больные, болезненные, маниакальные. Потому что он задумал храм-усыпальницу, допустим, построить. Об этом пишет в истории христианской церкви Михаил Постов из русскоязычных авторов и другие некоторые авторы пишут. Традиционно православные, многие даже опасаются, вот, как бы, публиковать подобные материалы. Так вот, он задумал храм в новой столице, ну, как Петр решил, Петр Первый, допустим, новую столицу империи. Вот, новую столицу. Тем более, в старом Риме его так и не полюбили, так и не пришелся он ко двору. Знаете ли, Наполеон Монопарт говорил, что на штыках можно много что сделать, но нельзя на них долго сидеть. Вот так вот. И он понимал, что нужна новая столица. Новая столица и новый город совершенно, с нуля. Новый Рим будет. И вот, и в этом новом Риме, в центре города, храм-усыпальница. При жизни строилась ему усыпальница, чтобы он замышлял, чтобы по центру этого храма был его гроб. Да. Чтобы люди приходили, значит, и могли видеть прямо по центру его почивание, вот такое, значит, камень. И вот, а вокруг него двенадцать меньших усыпальниц. И в этих усыпальницах, чтобы лежали никто иные, как все двенадцать апостолов Иисуса Христа. Это исторический факт. И он поэтому снарядил экспедиции за государственные денежки, послал специальных людей, историков, всех, кто был в теме, военных людей, по всем местам, расспрашивая, разнюхивая все, узнавая, где же могилы этих апостолов, чтобы всех вокруг себя разместить. То есть, ни много ни мало он себя посчитал, ну, неким новым воплощением Логоса. Ни много ни мало. То есть, дух Антихриста конкретный был. Вот, конечно, с мамой не сомните, его мама пошла еще дальше, она в оккультизм религиозный, но, значит, и блуд, значит, откровенно и прочее, значит, но сам Константин, он страдал какой-то манией, какой-то такого антихристового, какого-то, антихристового направления. Значит, и, так вот, он тяжело разболелся. К моменту вот своей старости, уже смерти от болезни, он убил почти всех своих родственников. Всеми правдами и неправдами. Он страдал такой жуткой подозрительностью, и многие придворные играли на этих его страхах. Значит, и, в частности, его мама, наверное, один человек только лишь, которому он доверял на 100%, была его мама. И мама всем руководила, по сути, во дворце, вот, значит, и в жизни его. И, значит, свою жену, да, он еще жене доверял очень сильно, но маме все-таки доверял больше. Вот, и, поэтому, когда мама, она оговорила жену Фаусту, да, Фаусту, то жену под нож. Жену казнили, значит, да, и сына своего наследника престола, первого престола Криспа, тоже казнили. Вот, хотя потом выяснилось, это были ложные доносы и подозрения, но, как бы, уже не пришьешь, не вернешь, значит, все, значит, как лучше все. И, вот, и, значит, и так же почти всех своих родственников он казнил, опасаясь переворотов, опасаясь, там, борьбы за власть, вот, многих правдами казнил, других неправдами. У него были свои, свои, там, было, такие римские тесушки были такие вооруженные, которых он посылал специально, там, допустим, значит, которые просто учиняли самосуд, убивали. Вот, а потом списывали на, ну, гнев толпы, там, значит, или, там, или несчастный случай, ну, короче, такое прочее. Вот, и в конце жизни он оставался один, у него оставалось три сына, правда, но те понимали, что их жизнь на волоске висит. Вот, значит, и, имам. И, представляете, перед смертью, значит, он тяжело болел, значит, по описанию была жуткая болезнь его, значит, он разлагался заживо. Значит, и, и мы делали знаменитые римские ванны, то есть, он принимал ванны кровью, наполняли кровью, значит, рабов, значит, и человеческой кровью. И в этих ваннах он лежал, как бы, ища исцеления своего тела, но тело приходило лишь в еще худшее состояние. Вот, он впадал в беспамятство, значит, когда приходил в себя, велел казнить много людей, вот, как бы, значит, приступы гнева у него были, поэтому боялись его, когда он приходил в себя, этого боялись еще больше даже, чем его состояние беспамятства. Вот, за три дня до смерти он пришел в себя в последний раз. Это известный исторический момент, он пришел в себя, уже все понимали, что все, он уже на ладан дышит, потому что уже все, уже, он уже был мертвец, по сути, живой. Вот, и придворно ждали его завещаний, кому он что отпишет, и он тоже уже понимал, что все, это последний момент. Врачи предотвратили, что, вот, значит, и вот, возле него кормились разные люди, жрецы, и были не христианские служители, а были арианские епископы, возле него были. А Никейских во всех изгнал вообще, кого репрессировал, кого по тюрьмам, вот, значит, всех изгонял. Хотя сам же был председателем и сам, вроде, Никейцев поддержал, как бы, но здесь всех разорил, всех изгнал. Значит, и на их места поставил Ариан. То есть, очень странных таких служителей, которые отрицали божественность Христа, отрицали и Духа Святого, и, в общем-то, и христианство с большой натяжкой, так можно назвать христианством, будем говорить, с очень большой натяжкой. Антитринитария, они передавали договоры. И не только, там и у них и спиритизм, оккультизм, значит, и вот, и крещение для мертвых, и прочие остальные вещи. Оттуда же, да? Да. Не оттуда, но они это применяли буквально. Тоже, да? И вот, и представляете себе, за три дня до смерти, значит, вот какой он Путиц берет смерти, да? Как он умрет? Не жил по-человечески, ну, хоть умри, умри хотя бы по-человечески, представляете, значит, но он и это не сделал. Он что сделал? Последним его волеизъявлением касательно религии, это исторический факт, я вам рассказываю сейчас, это было принесение жертв Митрии и Зевсу кровавых приношений о своем исцелении, о своей душе. Все. Он понимал, что это последний путь его, вот, значит, ну, последняя надежда была вот этих богов, и сам он не мог был, не в состоянии принести жертву, как он был верховным понтификом в должности верховного жреца, но был уже совершенно в таком состоянии ужасном. В его присутствии жрецы принесли жертву этим богам, значит, об императоре умирающем. Вот, то есть, и после того впал в беспамятство, и больше всегда не приходил и скончался. После смерти Сенат официально объявил его богом, очередным богом Римской империи, поставили его статую бенценосного и, значит, и прочее, прочее. Вот, в средние века, в раннем средневековье, именно его объявили и его маму, это, ну, два с богопара, настолько яблони от яблони не прикупал, на самом деле страшные были истории. Я не буду сейчас много говорить, потому что это кому интересно, кому любопытно, более подробно можно и в моих семинарах послушать. Вот, значит, и канонизировали его, но хотя бы Елену, хотя бы его маму, какое-то основание было канонизировать. Она хотя бы юридически принимала христианство хотя бы, ну, может, там, неправильным мотивом, ну, по крайней мере, она принимала крещение, там, воцерковление, там, посещала службы христианские даже, значит, то есть, как бы это официально известно, но Константин не принимал христианство. Но дело в том, что Ариане после смерти Константина вот совершили вот нечто подобное, крещение для мертвого, то есть, как бы, без меня меня женили, а это без меня меня крестили. Уже посмертно, уже умершим, получается, значит, объявили его христианином, как бы, Крещение этой мёртвы. Я бывал в Юте, штат Юта, Солт-Рид-Сити, штат Мормонов, во многом мне понравилось, честно говоря, как человеку, если жить, то один из самых таких моральных штатов вообще, то есть там нигде ты не найдёшь петельных заведений, А не кофе даже инфекционное? Там, за кулисами, знаете ли, на улице такого нет нигде, ни на площади, ни в городе нигде такого нет, но у них очень странные есть воззрения, которые не очень странные, честно говоря, вот это крещение для мёртвых, то есть, допустим, я, к примеру, обратился ко Христу, всё, я христианин, но а что делать с моим покойным бабушкой, покойным дедушкой, прабабушками, прадедушками, пра-пра-пра-пращурами моими, что с ними? Я же невольно о них буду думать. И вот они предлагают, о, нет проблем, прими крещение и за себя, и за маму, и за папу, и за дедушку, и за бабушку, и за прабабушку, и за прабабабушку, и за прадедушку. Короче, он принимал крещение, как бы, и за весь свой род, как бы, и все они теперь уже дни не христи, а христи теперь, они теперь крещённые, вот это да. Ну, я так упрощённо, конечно, вам приподнёс это всё, но очень интересная тема. Ну, ладно, как бы, это тоже, как бы, христианство, но такое, очень, такое странное, честно говоря, христианство. Вот, значит, и, хотя, интересно подискутировать бы с ними на эту тему. Вот, значит, я думаю, так, да. Мой сын, средний сын, Серафим, посещал собрания их, когда он общался с мормонами, ему понравилось. Я общался. Да? И Серафим очень хорошо отзывался, ну, как бы, и вот именно то, что, тем более... Но они не верят в Троицу, у них, получается, три отдельные личности. Троица есть, ну, своего зрения. На Троица, ведь имены к неким общим настроениям, но это три личности. Не три единых бога, а это три отдельные личности, которые связывают общее настроение. Ну, это уже больше философия, да, это, как бы, опять-таки, порой в сознании людей, там, такие тараканы. Плюс они считаются индейцев американских, потерянные израильские. А, ранее я слышал тоже, да. Интересно. Индейцы в шоке сами, честно говоря. Я был в интернете, но... Это разные, абсолютно, народы. Даже разные группы, их семьи. Возле нас в церкви мормонов, где мы жили, ну, церкви мормонов, церкви мормонов, я бежал, общался, они говорили, не мормоны, я говорю, вот это ваши проблемы. Ну, благоставляем мормонов, благоставляем, как бы, ну, все благоставляем, да. Они молодцы, они миссионеры. Вот миссионерство, да, вот эту вот энергию мирного роста будет. Вот, и, знаете, интересно, что вот есть разные страны, даже в христианстве взять, допустим, да, что называется христианство в целом, есть порой очень странные воззрения, странные учения всякие. Поэтому лучше перепроверять не по сочинениям, там, древних индейцев или каких-то еще авторов, а вот именно перепроверять именно Словом Божьим. Словом Божьим, перепроверять, мало ли куда занесет. Ведь нельзя на отдельно вырванном фрагменте Писания строить какие-то учения. Это так же глупо, как, допустим, вот некоторые пробуют объяснить, оправдать, допустим, почитание мощей, останков мертвых тел, да, человеческих, святых, как бы, умерших. А, оправдать, как бы, пытаются местным исписанием каким-то, ну, вырвано из контекста тоже, да, помните? Елисея, на кости Елисея бросили мертвеца, шла похоронная процессия, пришли враги, война, не до похорон, знаете ли, сейчас сами все будем трупами, и бросили первую попавшуюся вот этому, а могила была как раз где, с костями Елисея. И покойник такой раз, бац, об эти кости, значит, и воскрес. Они, во истину воскрес. Конечно, они удивились, конечно, значит, да, вот, но, но, опять-таки, там же не, во-первых, там, даже, даже в тексте, в самом, да, там же не имелся, что они там молились, там, костям этим, они там, значит, тогда, хорошо, давайте тогда вот мертвецов несите к этим костям, мертвых костям, допустим, ну, воскрешаются мертвые, значит, от костей. Вот, но вырваны из контекста, потому что в действительности Елисей, если мы отмотаем назад еще по Библии, мы видим, что он просил двойного помазания Ильи, значит, и в два раза больше чудес он совершил на самом деле, кроме одного, одного не хватало. Большинство ученых, и еврейских, и христианских, считают это неисполнившимся чудом исцеления, несостоявшейся исцеления Геезия, ученика уже самого, непосредственно, значит, который так умер, прокаженным, помните, да? Значит, которого все это проклятие неимановское перешло-то, из-за мамоны, будем так говорить, он хотел что-то себе, ну, иметь, как говорится, хотя бы клок шерсти, значит, со всего этого, значит, вот, но и получил себе проблему, понимаете ли? Ну, он так и умер прокаженным, его, к сожалению, ученик самого этого, но, и получается, он умер, да, сам, значит, Елисей, но он не увидел до конца исполнившимся Слово Божье, казалось бы, да? Да, и у него был повод, как бы, расстроиться перед смертью, как бы, надо же, вроде как бы, не хватает одного чуда еще, для того, чтобы в два раза было больше, чем у моего учитель, я же просил двойного умазания, но, слава Богу, он не сожалел, он умер в мире, зная, что Бог в силах совершить чудеса и дальше, даже если он не увидел это все. Эта история учит нас тому, как раз, вот, и учила, мудрецы, еще и древние еврейские, и христианские многие толкователи разных конфессий объясняют, вот, обычно так, что это учит нас молиться и не унывать, и даже если мы не видим этого исполнения того, что, вот, мы в молитве, да, значит, вроде как бы, даже и обещанное, и умираем, мы не должны расстраиваться, мы знаем, что есть определенные Божьи правила, Божьи нормы, мы всего не знаем, но он 100% совершит. И пример приводили, кстати, на эту тему, здесь в Украине приводили пример с этими костями, значит, с одной бабушкой, которая в Западной Украине, где-то в селе, она была одна евангельская бабушка на все село вначале, ну, тогда еще не бабушка, значит, но так получилось, что уже к старости ее, больше там чуть не пол села уже были верующие, то есть через нее обратилось там чуть не пол села, представляете, значит, и вот, но у нее была одна бабушка, проблема у этой бабушки такая, что из ее семьи непосредственно никого не было обращенных, ее дети, внуки вырастали, но никто не обратился к Богу живому именно, да, тебе, вот, хотя они состоялись где-то там в Киеве, где-то еще там, на работах были все, но, и представляете, и вот она умирает, она так и не увидела, а некоторые даже досаждали себя не ее, говорили, вот ты, ну, всем проповедуешь, значит, там, и вот многие вот через тебя обратились, а у себя в доме у тебя никого и нет верующих, понимаете ли? А она верила и даже умерла с этой верой, не увидев никого из своей семьи покаявшимся, но чудо было в чем-то, то есть вот такая реальная история, я, может, не все помню, не все детали помню, но саму эту идею, ну, саму суть я запомнил, что именно на похоронах кто-то из ее родственников первых вот покаялся, кто-то, не помню кто-то, из ее родни, а почему? Потому что приехали родственники на похороны, и вы увидели, представьте, все село фактически вообще на похоронах, люди поют гимны, звучат пробовать, люди молятся, вообще, ну, и вот кто-то из ее родственников покаялся, а потом дальше больше чудо, в течение года, первого года после ее смерти, до первого годовщины ее смерти, все ее дети, внуки, вот кто были, все покаялись и стали евангельскими верующими, вообще, в течение года, то есть вот ее тоже пример проводили, вот смотрите, это как живая, живая иллюстрация, помню, ты его в Савочке, по-моему, он проведал пример как раз, что он еще, что, вот как иллюстрация, смотрите, как Костя и Елисея, да, Бог совершал через нее много чудес, но что-то, мы не знаем всего почему это не случилось тогда при ее житии, да, но Бог совершил чудеса уже после ее, получается, смерти. Ну ладно, это один из примеров, одна из иллюстраций, но таких иллюстраций множество, вот, хорошо, да, не буду, чтобы оно у нас, даже дело не во времени, а в вашем внимании, чтобы вы не были потеряны, как бы во внимании. Прошу Господа, сейчас, Отец, освежи нас и помоги вот то донести сейчас слово, чтобы нам не рассеяться сейчас, но чтобы быть внимательными и чтобы сама вот эта тема реформации и Виктория Реформации была в нас, именно освящена через слово Твое, чтобы сегодня каждый из нас в своем житии, в своей жизни прославил Тебя, Божий Семогущий, благослови народ свой миром, своим шаломом во имя Иисуса Христа, аминь. Аминь. Это как для, часто пишешь, и сейчас я, Божий, набираю, а так вот, если руками пишут, что надо, мы писали, мы писали, наши пальчики устали, да, раз-два-три-четыре-пять, будем писать и пять. Делай перезарядочек. Да, 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 вот, значит, а для мозгов, я понял, очень хороша молитва, вкратце помолился и хоп, освежился, и снова, внимание, включился сразу, и у меня так это работает постоянно. Даже где-то там слушаешь, там, допустим, учения где-то, и порой там уже устаешь, раз, вкратце помолился, освежился, и оп, снова включился, снова. Здорово так получается, да. Вот, и, знаете, друзья, краткая экскурсия. После Константина, я сегодня о нем что-то слишком много, наверное, как бы говорил, но надо понять, что Константин, он заложил основу, и мама его, Елена, будучи очень далекими от того, что Библия называет христианством, значит, и возрождением духовным, свыше рождением, они заложили основу для будущей тирании, для отступничества церкви. Много плохого они сильно не привносили в церковь, собственно, ну, тоже, как сказать. Но, с другой стороны, они заложили основу для будущей тирании, для отступничества церкви. А их приемники уже, они продолжили делать, да. Был такой в IV веке император, его звали Иобиан, он вообще говорил, в собрании епископов он сказал, он был полководцем, генералом, вот, ну, такой, салдафон был такой типичный, значит, знаете ли, он особенно не вникал ни в философию, ни в религию, но он понимал все очень так вот практично. И он, значит, на собрании епископов в церкви он сказал так, «То, что мне угодно, это и есть канон церкви». И все. Понимаете ли, никто не решился выдержать его величество, значит, понимаете ли, видимо, очень был такой резкий император. Значит, и больше того, Иобиан его звали. Значит, чуть попозже, в самом конце уже IV столетия, Феодосий Великий, император, то же самое слово сказал, но уже на Вселенском соборе, уже было другое качество совершенно его высказывания. И не просто высказывание, а он это, будем так говорить, подкрепил последующими деяниями. Если Иобиан просто там бросил эту фразу, как бы, она запомнилась, в ума засела, то Феодосий Великий, он, допустим, стал громить там, ну, в христианстве очень многое, оппозицию всякую там и прочее, прочее. То есть инквизицию учинял именно он, собственно, как бы, это тоже интересный такой момент. Ну, ладно. Но первые два собора Вселенских, которые были в IV веке, они библейски оставались вот именно, ну, больше или меньше в таком здравом учении. Но, к сожалению, дальше пошло вот это время великой деформации, постепенная деформация. Приходило в жизнь церкви многое из того, что является, по сути, антихристианством, антихристианством. Вот из того, что знаем мы, что можете назвать вот такого антихристианского, что пришло? Ну, заменили библейские, ну, праздники, которые имела вот старая община, они выбрали антисмитизм, двух антисмитизм, мы пробовали до того, что теперь благословения у них нет, теперь мы Новый Израиль. Теория Замещения, да? Замещения, да. Недолго Израиль, вот это всё. Да. Это Ян Златоуст, 8 бесед. Да, к сожалению, да. Златоусты, это Златоусты, это как Чарльз Стэнджин. Просто выразил, он выразил. Да, он выразил. Да, он выразил. Конечно, да. Ещё за 100 лет даже больше, чем потом. Вериньки вообще гляньте семей-то, они не воспринимали еврейскую тультуру. Эленизм, да. Не думали совершенно. Евреи же потом даже почистили внутренний эленизм, вот эпоха. Был же этот великий философ и еврей, который ввел от людей Локаса. Сейчас скажем, что... Александровицкий школа в Богослове, да? Ну, он не иудей был, он не был христианином. Но он же был, по-моему, Христа. Сейчас Филон... Филон Александровицкий? По-моему, да. Потом евреи почистили, потому что слишком много именно эленизмов было. Он внёс это. Я очень знаю. Да, вот, совершенно верно. Сама философия греческая, она действительно извратила христианство в то время. Я не в обиду грекам. Очень люблю греческую кухню. Да, значит... И, значит, вообще, ну, греки, очень народ такой своеобразный. Вот, значит, но сама философия греческая, на самом деле, греко-римская, так, точнее даже сказать, греко-римская тогдашняя философия, она совершенно, ну, иная. Это тема отдельного семинара, короче. Ну, скажу вкратце лишь, что Библия... Вот, смотрите. Вот, вы, допустим, написали, например, Василий Александрович, допустим, написал Алексею Ивановичу письмо, например, да? Вот, вы написали, значит, вот, да, руководствуясь своим опытом, да, своей жизнью, вы мыслите как Василий Александрович, вы думаете как Василий Александрович, вы и пишете так, и вас Алексей Иванович понимает, да? Значит, вы в одной культуре, допустим, украинской мовою, да, и вы понимаете, о чем говорите. Потом... И мы, браты, вы христили. Браты, это уже сто процентов. Потом, ваше письмо вдруг попадает в руки, допустим, там, или через пару столетий, допустим, да, совершенно в другой культуре. Какой-нибудь в африканском племени, допустим, да, значит, находят письмо Василия Александровича, послание Алексея Ивановича, там, значит, понимаете ли, они выросли в другой культуре. Совершенно в другой банановой культуре, допустим, да, значит, у них другие воззрения. И они это все иначе истолкуют. Очень многие ваши заявления, они могут иначе понять совершенно. А пройдет еще пару столетий, допустим, и попадет это все в третью культуру какую-то, допустим, да, австралийскую, допустим, да, бушменам. Вот. А что они сделают? Они еще больше, получается, по-своему поймут. Не то, чтобы греки сами по себе плохие были люди, просто сама их философия, образ мышления совершенно иного рода. И писания еврейские, которые были написаны еврейскими пророками, попав в руки греко-римских философов, ну, простите, это было уже совсем, ну, будем так говорить, как будто бы другая Библия. Как будто бы другая Библия. А дальше влез, как говорится, злее партизаны. Чем дальше, тем больше. Со временем это обрастало разными преданиями различными, в том числе и славянскими, и германскими, и прочими, прочими, прочими. Вот. То есть, современная система толкования, допустим, значит, даже в христианстве писания, она очень сильно отличается. Кстати, вот, от того, что изначально, ну, будем так говорить, Бог говорил в слове своем. Ну, некоторые братья даже, ну, как бы, порой меня ухаряют, что я очень увлекаюсь мессианством, говорят, о, там, талии, там, все такое еврейское, такое шаббаты, значит, понимаете ли, для меня это отдушина определенная такая, эмоциональная и вообще. И для меня это еще, знаете ли, очень такое личностное, конечно же. У каждого из нас есть свои какие-то определенные там воззрения, но для меня это еще попытка именно все-таки прочесть писание глазами писания. Прочесть слово, как оно было изначально оглашено. Понимаете ли, а оглашалось оно иначе. Порой иначе. Ну, примеры. Ну, самые такие, ну, например, сплежащие примеры, допустим, да. Вот с греческого, вот я сейчас, например, еще перед служением как раз, в общении. С греческого перевод на синодальный перевод, допустим, на русский язык, да. Говорится, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, да. Вот перевод синодальный. Но сами семинаристы шутили. Сильно дальний перевод. Еще в 88 году в Закорске я слышал впервые это. Думаю, а что я так сильно дальний, как бы нормально. Ну, понимаете, но потом дальше уже как бы разбираясь чуть-чуть, я понимал, что да, как бы многие вещи, они сильно дально переведены. Вот, и вот вместе писание тоже правда, но она не полная правда, она полуправда. А полуправда бывает хуже, чем ложь даже, понимаете ли, как ее подашь еще. Вот перевод синодальный настаивает на, как бы, оборонительном сражении нашем, понимаете ли, на обороне. Врата ада не одолеют. То есть мы смотрим с другой стороны, как бы, на эту борьбу. Но, но самое интересное, оригинальный текст греческий, тот же самый, нового заветный, говорит, буквальный перевод, да, вы можете по строчнику даже посмотреть. Я создам, да, буквально создаю свою церковь, и врата ада не устоят перед ней, падут перед ней, другой перевод. Совсем другое воззрение, понимаете ли? Взгляд уже на войну, да, но с другой позицией. Мы уже, получается, созданы не для оборонительного сражения, а оружием победы, для наступательного сражения. Вот это да, понимаете ли, вот такой маленький нюансик, да, казалось бы, перевод, да, но дело в том, что в культуре уже, в славянской, и в культуре переводческой 19-го столетия, в Российской империи тогдашней, понимаете ли, ни о какой наступательной духовной сражении, битве, речи не шла. Воспринималось лишь как вот, ну, затянуть пояса подуши и как бы дотянуть, ах, как бы дожить бы, да, да, свадьба, женить бы. Вот еще как бы, вот дожить бы, но вот Христос придет, как бы, и, а там, все нормально, понимаете. Вот, а на самом деле оригинальный текст по-другому. Или, допустим, в Иврите, где говорится о, вот, знаменитой послании, да, о разводном письме, значит, говорится в оригинальном тексте, что Бог говорит, я ненавижу развод, а переводчик переводит, дайте я разводное письмо. То есть оригинальный текст говорит, что Бог ненавидит развод, а переводчик почему-то изъявил желание перевести так. Почему? Потому что православные, церковные особы, высокопоставленные, чтобы оправдать свой развод, нужно было какое-то объяснение им, понимаете ли. Если перевести буквально, что Бог ненавидит развод, то, как бы, а царь пожелал развестись, а там, и многие эти вот высокопоставленные особы, как же быть, понимаете ли. И поэтому писание перекраивалось, переделывалось. Многие тексты из еврейского текста писания, они говорят именно как призыв к действию. Переводчики почти везде это убрали. Очень редко где оставили призыв к действию. А почему? Потому что греко-римская философия воспринимает религию больше как созерцание некое, знаете, как умозаключение, не обязательно к исполнению. Еврейская же система толкования всегда видит шма, как не просто в одно уху улетело, в другое улетело, да? Слушай. Мало ли, слушай. Шма – призыв к действию. То есть, выслушай, пойми это, прими это, раствори это и исполни. То есть, это совсем другое действие. Не просто, а у нас, вот в современном русском, допустим, слушай. Ну, мало ли, что слушай. Можно слушать, а делать свое. Понимаете ли? Соглашаться или не соглашаться, как бы, да? Хозяин-барин уже. Можешь делать, жить совершенно по-свойски. Вот. А там в оригинале имеется в виду, что ты должен это принять, согласиться и действовать в согласии с этим всем. То есть, там призыв к действию именно. Потрясающе. И многое другого. Сейчас просто это тема отдельного семинара, отдельного занятия вообще. Это мессианские многие учителя этим занимаются уже много лет уже. И как бы, и чем дальше, тем больше. С каждым годом это набирает силу все больше и больше, интерес к оригинальному тексту. Век просвещения, господа. Век просвещения. Сегодня, разве что ленивый Библию не читает. Пожалуйста, на наши телефоны, на наши компьютеры, планшеты мы скачиваем переводы разные, различные переводы. Пользуемся номерами стронга. Вот, значит, Денис, Максим, спасибо, раз мне там посоветовал. Хорошие, я что-то растерялся, там столько Библии. Попробуй, не знаю, какую качай, допустим. Поставил одну, это не нравится, то не нравится, то не нравится, допустим. Нельзя копировать, нельзя там, ну ладно, что-то ерунда, думаю. А здесь, значит, пожалуйста, все есть. Можно и копировать, и выставлять, и все, и подключать разные, тут же переводы Библии. Слава Богу, спасибо Господь за это время благодати, спасибо за это время просвещения, за это время, когда Слово Твое, оно провозглашается, и как никогда раньше. Аминь. Слава Богу. Это великая честь жить в этой эпохе, друзья. Великая честь от Бога. Бог поместил нас именно в это время. Мы могли бы родиться в разные эпохи. Мы могли бы родиться, Бог в силах, мог бы нас забросить в средние века, жили бы здесь бы. Да, да, да. Ходили бы не вытянут, как в Европе. Ну, ну да. В общем-то, да. И в каком народе родиться, в каком племени, знаете ли, родились там нашими мирами, тоже хорошо. Или как, дякую, что они фаскальны, и как там, когда. А могло быть иначе. Да, да, все могло бы быть вообще в жизни. Вот, значит, а Бог нас поместил именно вот, да, но в эту эпоху, в этот час жить. И, знаете ли, быть свидетелем вот этих всех событий, и исполнение, ну, конечно, страшных самых пророчеств Библии, безусловно, это тоже, как бы, не дать не взять. И самых страшных об этих войнах там, и на сегодняшний день и гонения неслыханные, если брать, ну, глобально, в целом. В Украине, слава Богу, мир, благодать в этом отношении, на верующих нет гонений. Вот, есть такая атмосфера, как раз, наоборот, располагающая красных пробоведей, добра, ну, добра, такая, ядствующая, надо сказать. Вот, приятствующая, да. Вот, но есть много стран закрытых, а есть вообще страны, где, ну, прямо категорически запрещено. Даже не то, что пробовать, даже свою веру исповедовать вообще запрещено. Там, допустим, Северная Корея, там, и еще пару там таких стран на земле, где... Китай тоже. Ну, да, во многих, да, и в Китае, хотя там есть официальное христианство, как бы, значит, ну, ладно, не о том сейчас. И вот, дамы и господа, братья и сестры, вот, христианство, действительно, через антисемитизм очень много беды пришло, очень много. Вообще, всякая межнациональная вражда, она убита на кресте еще Иисуса Христа, ну, юридически. Но, фактически, она присутствует до сих пор. Почему? Вот мы призваны, как церковь, эту победу Господа, да, на кресте, привнести в этот мир. Но через свою жизнь, во-первых, через свою жизнь, вот, через свою судьбу, через свое личное христианство, будем так говорить. И много всего остального. Как, допустим, божественное исцеление на кресте совершилось уже, да, но многие хворают и немало даже умирают, значит, из нас почему? Пусть это божественное исцеление, оно будет реализовано в наших судьбах, в нашей душе, в нашей жизни. О, приветствую, да, слава Богу, шалом. Вот, и много других проблем пришло как раз в жизнь церкви через открытые такие, как бы, двери, которые, ну, еще с Константиновых времен, будем так говорить, распахнулись широко. Ну, и основные моменты, все-таки, надо указать, какие? Это, да, многобожие. Первое, самое, я обычно сразу указываю, многобожие, почему? Потому что, когда Господь давал заповеди, то первое, что Он сказал как раз, что Я, Господь, Бог твой, да, значит, и Он подчеркивает, да не будьте для других богов. Дело в том, что, действительно, Израиль очень много настрадался в своей истории, в Библии, мы это видим, из-за непослушания, в частности, вот этой заповеди. Деградация, она коснулась деформации, эпоха Великой деформации, будем так говорить, она вот все эти 10 заповедей извратила, буквально. Значит, и, но началось все с первой, началось все с самой первой. В христианстве божескими свойствами, да, все видения, все присутствия, все знания стали наделять умерших святых. Вот культ Марии, как Богородица, да, Матери Иисуса Христа, вот, значит, потом культ апостолов, святых и прочих, прочих, то есть культ святых, как таковых, вообще, посредников якобы к Богу, по сути, это многобожие, потому что, хотя их богами-то не называют, их называют посредниками к Богу, но Новый Завет подчеркивает, ибо един Бог, един посредник, между Богом и человеками, кто? Человек Христос и Иисус, написано, предавший себя для искупления всех. Аминь. И это первая Тимофея, первая Тимофея 2.5, первая Тимофея 2.5. Одно из таких откровений, которые я вот получил в 96-м году, потому что я был тогда священником традиционным, православным священником, и молился к Богородице, к святым, значит, добросовестно, считаю, молился, вот, и в это же вовлекал души христиан, но к этому призывал постоянно, знаете ли, порой до сих пор стыдно вспоминать, что я говорил тогда в те времена, хотя я, как бы, за что купил, за то продал, будем так говорить, я как научился, так я и учил, и как я понимал, как я верил, но, слава Богу, я разуверился в той вере, я разуверился в том, что есть много посредников разных Богу, и в моей жизни это произошло, я это описываю часто в свидетельствах своих, вот, и в разных собраниях об этом рассказываю с удовольствием превеликим, потому что я знаю, что свидетельство о силе Божьей, чудеса Божьих, оно помогает людям освобождаться, помогает людям, вот, сегодня, сейчас, правильно, как бы, избрать жизнь, отказаться от смерти, потому что Иисус подчеркивает, что я есть путь, истина и жизнь, и он дальше говорит, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, и он не сказал, что это только лишь для протестантов, а вот для господ православных, католиков, допустим, так же через мою маму, через апостолов, пророков, мучеников и прочих, прочих, нет, это для всех, для всех нас писано. Так вот, дамы и господа, и многобожие, по сути, вот то, что, значит, назвать можно многобожим кульц этих святых, он действительно стал таким древним проклятием христианской церкви. Начиная с пятого столетия, уже пятый, обратите ваше внимание, с пятого столетия аж, потому что в четвертом веке еще, когда собирались два вселенских собора, добрый десяток разных поместных соборов собирался, нигде, никогда, даже ни при каких обстоятельствах, даже отцы церкви не заикались о возможности молиться кому-то еще на стороне, помимо Господа, а не знали лишь одного посредника Иисуса Христа. Никому в то время, в четвертом веке, там, то же самое, Золотолуста Иоанн, там, упомянутый, там, при всем, там, его антисемитизм и прочих проблемах, он никогда не упоминал в сочинениях, чтобы молиться надо кому-то еще, только лишь Господу, там, Василий Великий, тот же самый, Григорий Богослов, значит, Григорий Унистский, значит, там, значит, Кирилл этот, Иерусалимский, это вообще классика, значит, это отец, скажем, катехизатор, будем так говорить, человек, его огласительные беседы считаются, ну, вообще в истории христианства одни из самых лучших вообще, если не лучшими даже, вообще, беседами, то есть, подготовка к крещению, и его беседы огласительные, почему, чуть посчитали, уже при жизни классикой, потому что он, как бы, аккумулировал вот все христианские учения в эти беседы, чтобы для новообращенных, подготовящихся к крещению, чтобы преподать всю веру от и до, как бы, человеку, все азы веры, все аспекты, коснувшись всех сторон веры, поэтому при жизни уже эти книги почитали, вот, его сочинения почитали классикой, переписывали, распространяли, вот, значит, его авторитет был очень весьма великий. Так вот, в своих беседах огласительных он четко, однозначно говорит об одном посреднике Иисусе Христе, вот, о любящем Отце Небесном, о благодати Духа Святого, даже нет намека, что молиться можно кому-то еще на стороне, это четвертый век, господа, вот, а в пятом столетии все иначе началось. Опять-таки, времени не достанет уже часу обо всем этом подробно рассказывать, но скажу лишь, что эти ереси, они появляются всегда. Но, знаете ли, как вот для болезни, да, заболевания определенного, нужны какие-то условия определенные, да, допустим, там, ну, не знаю, не знаю, чтобы вирусы где-то распространялись, да, тепло должно быть, значит, сыр, значит, ну, как-то еще там. Вот, вот то же самое создались условия в церкви для распространения, вот, всевозможного этого недуба духовного. Какое такое положение? Подчиненность церкви государству. Это стало, действительно, основой, основой. Потому что существовал четко выраженный, ярко выраженный политический заказ императорский и богатеев, олигархов тогдашних, на смешание христианства с язычеством. Этот заказ рано или поздно кто-то бы отработал, знаете ли. И нашлись, нашлись в христианстве негодные люди, к сожалению, нашлись даже такие, будем так говорить, отцы церкви некоторые, в начале пятого столетия, хотя еще лет за 30 до того, за 40, в самом конце четвертого столетия, один из отцов церкви беседовал с подобными еретиками, значит, это был Кипрский, Епифаний, Епифаний Кипрский, да, тоже один из отцов церкви, его известное сочинение Якорь называется. Значит, так вот, и он беседовал с африканскими делегациями, которые гностиками, ну, как бы монахами-гностиками, вот, которые говорили, что, мол, им откровение, что, мол, не только, ну, Господу молиться-то хорошо, кому все хорошо, но вот еще так же, ведь Матерь Иисуса Христа, она мама, вот, родные, как бы, значит, и апостолы, друзья его, они тоже, как бы, вот, уже воссели на престолах осудить колено, как бы, да, значит, вот, как бы, они тоже имеют вот эту функцию посредников, ходатай, вот, но особенно по поводу Марии. Одним, там, монахом видело сведение, другим, там, что-то еще, и вот, что сказал этот Епифаний Кипрский, он официально святой тоже, в православной церкви, в католической, он сказал такие слова, «Ее Марию должна уважать», ну, правда, переводит порой, как «почитать», хорошо, «почитать», но самое интересное, дальше упускают, что он писал, но, говорит, никто не должен молиться к ней. Понимаете ли, по мысли этого Отца Церкви, молитва к Матери, да, Иисуса Христа, она не есть почитание Марии, а наоборот, бесчестье ее, потому что он должен почитать Бога, Господу Богу почитать. И, кстати, тот же самый Епифаний Кипрский, он уничтожил изображение Иисуса Христа даже, чтобы не было, там, в городе Алаблате было сделано изображение Христа, и, собственно, ручно, это первое упомянутое достоверное историческое изображение Христа, и он уничтожил это изображение на этой материи, чтобы не было идолопоклонства, чтобы не было почитания этого изображения, потому что, ну, к этому дело шло уже, к почитанию. То есть, он как бы предугадал, как бы, и проблему идолопоклонства в христианстве. Так оно, к сожалению, и получилось дальше. И вот, в 431 год, уже Третий Вселенский Собор, на нем вот трагедия разыгралась. Вот с того времени деформация началась уже по всем фронтам. Многобожие, оно захлестнуло христианство. И до самого, ну, официально, можно так продлить, до самого 1517 года. Потому что только уже с Лютера, из Кальвина, из Цвинглиева с того времени реформаторы, они между собой 16-го столетия спорили, не соглашались по многим вещам, но в одном они были единодушны. Ну, не в одном даже, но вот одно из тех моментов, первых моментов, в чем они были единодушны, это в том, что нужно молиться только лишь к Богу. Все они были обвинены идеей, что бессмысленно обращаться и вредно, Кальвина очень доказывала это серьезно, что это даже и грубое нарушение против слова Божьего. Молиться кому-то еще на стороне, обращаясь к Богу. Недаром Бог в Библии многобожие сравнил супружеской неверностью. Вот, когда Израиль начала молиться кому-то еще, помимо Господа, да, то, значит, Бог послал пророков, обличая прелюбодеяние свой народ. Но призывал к покаянию, чувак, да, возвращение. То есть, вернитесь ко мне, все прощу. Давайте начнем сначала, потому что я для вас, а вы для меня. Они, ле-то-ди, ле-то-ди, ли, да, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой принадлежит мне. Вот, и в христианстве получилась та же самая петрушка, наступило христианство на те же самые грабли, что и народ Израиля. Только наша проблема, она еще горшая. Потому что то во время закона, знаете ли, произошло, а это уже в эпоху благодати произошло. И впоследствии христианское падение имеет еще большее, к сожалению. Если многобожие, по сути, уничтожило первый храм, то сегодня мы видим, что действительно многобожие чуть было не уничтожило и третий храм, в эпоху, в которой мы живем и развиваемся. Потому что третий храм, в эпоху, в которой мы сейчас живем, это храм Божий, Духа Святого. Из живых камней уже он созидается. Да, этот храм свят, этот храм мы верующие. Уже два тысячелетия этот храм строится. Вот, и первое столетие кипела работа, на стройплощадке вовсю кипела работа. Затем она затухала, потом снова возобновлялась, снова затухала. Затем превращалась в такой долгострой. Это строительство, храм. Казалось, его уже пора разрушить и начинать новое, с нового строительства. Потому что казались проблемы, к 16-му столетию проблемы христианства казались неразрешимы совершенно. Все, казалось, уже можно крест поставить, в плохом смысле слова, на строительстве. Забыть об этом. Но у Бога был план потрясающий. Он совершил свою божественную хануку, обновление храма, восстановление его. И начиная вот с тех вот маковеев 16-го столетия, постепенно, поэтапно храм стал восстанавливаться. Снова на строительной площадке закипела работа. Прорабы, правда, многие прорабы по началу, в 16-м веке, еще не знали, как, что, куда. И получались порой убожества, а не божьи строительства. Но, однако же, хоть что-то начало делаться там. И появилась надежда, что храм таки будет воссоздан и достроен. Но уже в наш век, в 21-й век, мы видим, спустя 5 столетий, в эту эпоху реформации, закончилась эпоха деформации, в эту эпоху реформации восстановилось много учений, много традиций библейских, и восстанавливается. И на сегодняшний день мы видим, что действительно храм Божий свят, этот храм мы, люди, живые люди. Великий храм, основанием которого является сам Мессия, сам Христос. И куполом является, главой церкви, сам Иисус Христос. Аминь. И, конечно же, всех тем мы сегодня не затронем. Но, по милости Господней, я скажу, что вот эти 5 солос, 5 этих только, напомню, снова прочту, только писание, да, как вот основа сегодня разбирали, так вот, ну, как бы больше или меньше делился. Только писание. Я думаю, что на этих прямых включениях онлайн, да, пожалуйста, не поленитесь, подключитесь тоже, значит, и порекоменуйте вашим друзьям. И какие-то вопросы приготовьте, продумайте тоже. Это будет интересно для всех, думаю. Вот только писание, потом только вера. Только вера. Потому что, действительно, христианство вот того, к началу 16-го столетия превратилось, по сути, в христианство дел, а не христианство веры. Только вера. Только благодать. Только Христос. Только Богу слава. И вот хочу как раз и тоже завершить вот именно вот этим. Только Богу вся слава. Вот эти пять только, они действительно являются вот фундаментом реформации, восстановления церкви во все времена. И отдельного каждого из нас, каждого христианина, этих пять только, они действительно, на них воссоздается наш внутренний человек, на них воссоздается община, поместная церковь, конфессии, динаминации разные, и все христианство. Только на этих вот пяти только могут и быть восстановлены. Пять направляющих таких, очень важных, наших христианской, нашего христианского движения. Вот. И Бог да поможет нам в этом, друзья. Благоставляю вас и прошу ваших молитв. Знаете, кто имеет возможность, приезжайте на ночную молитву. Вот с 31 на 1, значит, на левом берегу, там, на квартире. Там комната, я оборудую его сейчас под, как бы, там, собрание. Вот. На Киото. На Киото, да, на Киото, Киото 11. Приезжайте. Вот, значит, и с 31, а 31 в 6 часов вечера начну трансляцию онлайн, и так поэтапно буду кусками транслировать, такими, ну, примерно по часу, я думаю, так, ну, больше-меньше, с перерывом на молитву. А можно даже молитву тоже запишем, не знаю, посмотрим, как, ну, как пойдет она. Вот, и эта ночь, вот, пусть будет вот такая, наша ночная такая, именно вот, с Богом время. Я вообще мало где участвую последние эти годы в ночных молитвах. Бываю на общениях различных ночных тоже, в ночных молитвах. В разных.